ну давайте начнем всем добрый вечер еще раз один раз я вам как-то по моему рассказывал в девяносто первом году я познакомился с одним человеком он был у меня преподавателем преподавателем было предмета клинической патология и еще какие-то по моему забыли или болезни какие-то клинической патологии он точно не буду уже говорить как его зовут остался я вот после лекции что-то записывал и конспектировал или переписывал и как-то у нас зашел разговор он предложил посетите факультатив факультатив о лечебной физкультуре и сравнить типа разные стили боевых искусств не помню я сейчас детали как у нас зашел разговор на эту тему по моему я записался на тренировки под хэквонго и может быть а да да я что-то сказал что на факультатив я не смогу в это время прийти у меня будет тренировка зале и явно не хотят чтобы занятия проводились себе что-то говорил ну да ладно путают мысли ну не суть важно в общем я сказал что у меня тренировка и место тренировки я пришел в зал лечебной физкультуре посмотреть какими приемами значит преподаватель меня может научить возраст у него тогда был на вид лет тридцати наверно такой молодой предки преподаватель занятия пришлось наверное человек 10 с разных концов города с разных вузов с адекционного института из химико-технологического из казанского университета и не помню какой факультет медицинского университета демонстрировал различные движения различные движения объясняя это что это не древняя техника а это школа которую недавно изучил это одно из управления услуг школа кота показал несколько приемов продемонстрировал и позвал нас всех уже в спортивный зал где проходили тренировки на которые я не пошел все полпой зашли туда зашли к залу по всем правилам как можно не шуметь пожалуйста как вандова заходит зал я сейчас не помню вот помню только как мы когда занимался каратэ так мы заходим приветствуем тот где в котором мы занимаемся приветствуем тренера и людей который тренируется вот и разговор зашел то есть мы присоединились ко всем как так получилось что он встретился с тренером в общем они решили провести показательный спарринг показательный спарринг мы все стали круг они в центре круга спарринговались буквально было несколько движений и преподаватель клинической патологии сидел снизу него по колени и стучал его кулаком по причинному месту разошлись поменяли стойки опять сошлись он уже другим кулаком там вот был так несколько раз ну вот видите чем вы тут занимаетесь и увел нас значит аккуратно в этот зал лечебный физкультур после этого после занятий мы достали тетрадки он открыл свой большой чемодан вытащил оттуда несколько книг раздал нам всем спереди сидел и начал говорить сказал что он мы систем китик проксима что он пришел на имени не рождался на планете земля что он родился и там сюда прилетел прилетел не один показал нам чертежи космических ну чертежи не фотографии чертежи космических аппаратов на которых они летают рассказал принцип действия и от руки дополнительно нарисовал схемы описав значит где в каком в каком узле этого аппарата что применяется по какому принципу суры происходит его движение перемещение так я стал учеником этого человека внешне это обычный человек носивший обычные либо фамилии отчество довольно известный человек у нас в республике городе в первую очередь давно я его не видел что с ним не знаю его какая-то родственница ведет прием прием идет и больницы городской и ведет прием еще в частном кабинете у меня было несколько раз желание с ней связаться поговорить на эту тему но я сначала откладывал пока пришел раз не встречаемся не встречается значит так оно и надо более не пугать вопросы задавать я не стал я не знаю это его сестра или дочь не знаю здесь вот мы стали обучаться обучались и многому у него была литература и наша в которой содержались символы но мы же были молодежь нам больше интереснее девки и пиво вот они и это вот все все занятия хотя в то время я уже несколько лет ходил на кафедру теории относительности гравитацию к легоценту башкову о чем там занимались я по моему вам тоже рассказывал со всей страны порисовались образцы различного оборудования модели описание то есть мы полностью спецификация то что нам показывали это больше касался систем антигравитационных и то что касается терпетом модели вечных двигателей вот это и бестопливные генераторы и двигатели которые не требуют вообще не требует тех видов топлива которые нам не надо не огня не а не бензина не солярки ничего такого тратить не надо не электроэнерги то есть движение они приводились энергии эфира куда все эти изобретения делись я вот задавал вопрос владимиру алексеевичу задание ответил что вы сами знаете куда все это делось все собралось в одно место где-то это все всклыло естественно великобритании все дело патентует и есть цивилизации есть места где все технологии развиваются и процветают только нам об этом не показывают ну и у самой великобритании очень много таких разработок которые они собрали по всем уже что с этими учеными сталось с изобретателями мне неизвестно раз они к нигде не слышно о них не слышно ни в интернете в общем практически нигде не слыхать хотя я давно не принимаю участие в этих международных симпозиумах конференциях не знаю они проводятся сейчас или нет когда проводились сейчас не совру до 2006 или 2004 года я не слышал о таких людях чтобы они вот чтобы где-то появлялись эти изобретения в интернете вот иногда проскальзывают проскальзывают сейчас вот и один из татарстана парень он не ученый совершенно не ученый собрал листопливный генератор практически вечный двигатель я вам тоже о нем как-то рассказывал собирается запустить серийное производство не знаю что из этого выйдет и какова будет судьба было бы очень здорово очень интересная разработка на основе движение воды вот это не гидроэлектростанции эта установка может стоять в любом доме в любом поселке и практически без всяких электросетей снабжать небольшой поселок достаточным количеством электроэнергии не затрачивая практически ничего ну и иногда менять генератор или ремонтировать которые будут выходить из строя они по-любому выходить из строя аккумуляторы тоже будут разрушаться со временем но эти затраты они копеечные по сравнению с тем на что они способны такую установку можно поставить в лесу где угодно она работает от большой тип от большого минуса до большого плюс и практически вечно только вот не знай иногда менять генератор и аккумулятор посмотрим понаблюдаем я конечно опасаюсь за этого твой знает те судьбы которые которые имеются у тех изобретателей и ученых так что касается нашего товарища системы киперпропсик тексты содержали символы там встречались и буквы нашего алфавита единственное пояснение были нам непонятно расшифровка этих символов была написана на русском на русском языке 8 символ дефис символ в скобочках разные написания этого символа дефис и описание описание иногда это было большое описание и символа как в толковом словаре вот иногда пару строк не помнив одно предложение было или нет ну в общем то есть символ и описание этого символа описание довольно глубокое пример привести к сожалению я не могу я записывал переписывал в тетради эти символы они практически те же самые что встречаются у нас на планете в разных цивилизациях ну не в разных цивилизациях сейчас говорить о разных наших культурах то есть какие-то символы мексиканских шаманов есть какие-то символы есть значит у арабов какие-то есть ватикана какие-то символы есть нашей культуре сейчас вот никак не проведешь сравнение я по большей части из-за этого хотел с ним встретиться чтобы провести сравнение допустим с всей светлой грамотой вот такое толкование там и такое толкование здесь с его слов нам было рассказано что эти символы являются просто языком то есть это прото язык который вообще был у человечества у всего человечества вот им пользовались очень давно и очень много там лет я не знаю это миллиарды или миллионы но может быть даже секстиллиона лет назад он еще использовался и у них накид экспротими он до сих пор используется он приводил озвучивал пример нескольких выражений из этого языка и складывался вполне понятный такой может быть говор который ну который легко узнается говорит ли это поляк говорит ли это белорус украинец русский болгарин словак или чек вполне вполне такой доступный понятный язык я не помню как вот сложные символы они произносились читались или как они еще использовались но их было очень но не очень много достаточно я исписал две тетради толстые общие тетради пара полностью и это я не помню это какая-то часть было только тогда уже появились компьютеры не помню какие модели пентиум пентиум еще точно не было было ли dx4 100 аген не помню но уже персональные компьютеры были и мы на персональном компьютере пытались написать мы не просто написать а допустим чтобы написать программу мы хотели заложить сначала библиотеку то есть вот эти вот символы написать вот мы не смогли придумать как большинство символов которые от которых допустим нет у нас на клавиатуре которые не было там списке специальных символов как их вводить и как вводить значение но попытка была попытка была единственное мы с этой задачей не справились он нас не поддержал мы это вот делали вдвоем с одним парнем из казанского авиационного института и еще по моему кто-то связывался с специалистами с программистами но для меня тогда программисты было такое явление явление не как сейчас тогда мы изучали язык фокал фартран basic еще какие-то языки на каких-то языках вот для у нас в школе не в школе а учебно-производственном УПК же у всех в учебно-производственном комбинате стояли БК БК бытовой компьютер по моему так маленький экран клавиатура все они собраны в единую сеть и программа записанная на магнитной ленте вставлялся в монитофон и запускалась на всех компьютерах дома у меня тогда был компьютер MS-01 MS-001 персональный компьютер на нем я тоже пытался это сделать они тоже у меня записывались программы на магнитной ленте но почему-то я быстро это все дело бросил я написал несколько программ но не связано с этим языком а просто развлекался там у меня пирамида собиралась пирамида рассыпалась сверху потом пирамида поворачивалась разбиралась пирамида в другую сторону поворачивалась собиралась вот такая программа и все это значит в цветах такая красивенькая программа была может быть даже дома где-то и валяется эта кассета с этими моими игрушками которые которые я там делал не помню на каком языке по-моему на бэйсике и все вот в дальнейшем после того как мы осуществили эту попытку перевода вот этого провода языка внести базу значит компьютера мы поняли что у нас не хватает символов не хватает знаков и мы не можем дать описание не хватает памяти у компьютера в дальнейшем он нас начал ознакомить с программами которые используют этот и протоязык существует у них в системе кипит-проксима и как они допустим работают в двух словах только я наверное сейчас из этого помню это были большие занятия почему я так мало помню наверное уже что-то с памятью или кому-то видимо так надо так сейчас я попробую вспомнить здесь основной ключевой момент в том что эта программа даже самая элементарная и простая будь она запущена на любом вычислительном устройстве она сразу преобразовывает пространство она работает во всех направлениях она работает уже с объектами материального мира напрямую сейчас алло да говори ну я занятие сейчас веду ты посмотри мощность 2000 есть 1000 это мало хотя бы полторы там 2000 ну в общем посмотри чтобы в паспорте был был это жесткие предметы и мощность была до 2000 ватт и чашка чтобы была объемная хотя бы от полутора литров так извиняюсь позвонят спрашивают то что надо нету как всего так на чем я остановился ну то что программа оказывает влияет влияние сразу на реальность она не просто становится машинным кодом она становится уже частью материального мира часть пространства он объяснял рассказывал как это происходит взаимодействие но самое главное мы тогда выяснили что так как первое то есть первое там есть много ступеней то есть у нас сейчас динарное кодирование информации да не помню как тогда я узнал у нас считается включен пробел то что запускается используя те программы допустим первый только уровень это принцип триплетного кодирования и машина уже сама начинает кодировать информацию принципом вот этого триплетного кодирования и считает она включен выключен пробел вот потом следующий шаг был квазика ну в общем вот так триплетные дальше дальше там квазикодирование и так больше 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 до 9 уровня по моему ну я лично до 9 уровня ходил занимался вот и что самое интересное 6 9 уровня они как перекликаются в этом тяжело вспомнить в этот момент он изображал это на графике на обычном то есть ось абсцисс ось ось иск x ось y ось z и вот в нулевой точке на 6 уровне там как по латыни кодирование информации то есть у нас в нашем мире это 6 а в подпространстве это уже 9 то есть она переворачивается и становится становится 9 и таких таких пространств как наше становится 2 сразу то есть вот шестерка сюда девятка сюда вот и можно вот так крутиться то есть пространство то есть программа работает уже не просто является частью материального мира здесь она является еще частью материального мира там и пользуясь этими программами мы можем и перемещаться и ну и все что угодно делать в разных плоскостях то мироздания что ли так получается вот и в дальнейшем это все усложнялось было сложнее и сложнее и в тот момент я тогда узнал что над принципом приплетного кодирования информации как раз работает пентагон вот мы смеялись долго-долго он сказал что пентагон даже если он и работает в этом направлении ему вряд ли светит разобраться в том как это устроен учитывая тот уровень знаний который ну который у них есть даже благодаря тем исследованиям которые проводились под египет ЦРУ и других тайных организаций не только тайных а вот и разведок НИР6 КГБ и все и прочее было очень интересно мы занимались много лет также я его приглашал на занятия университет единственный момент вот я вам рассказал сейчас напомню приходил какой-то экстрасенс который рассказывал про астральное карате как значит это то есть можно силой мысли и нанося не производя каких-то действий физическим телом а просто производя бой или какие-то действия у себя в голове вы можете или остановить противника или посадить противника или блокировать или его или нанести удар благодаря и он пришел чтобы все продемонстрировать на полном серьезе мы сидели в уши развесили вот мой учитель как-то разместился на Камчатке в аудитории на восьмом этаже кафе теория относительности и гравитации вот сам Башков по-моему тогда был на этом замете и мы все вот ждали когда будет значит у нас на кого-нибудь оказываем влияние вот ждали ждали проходил какое-то молчание тот стоял за кафедрой что-то молчал ничем не двигал смотрел смотрел прошло достаточно лично времени чтобы люди поняли что-то ничего не происходит может быть надо какие-то и помочь или вопросы какие-то задать то я экстрасенс потом у меня говорит тут значит все против меня пригласили чтобы надо мной посмеяться в общем обиделся больше я его никогда не видел вот учитель мой был очень довольный веселый радостный такой отправился мы вместе отправились до остановки ему конечно можно было с другой стороны просто пройти спуститься на балмана пешочком пройти спуститься на трамвай он пошел по моему маршруту лишний остановку ему надо было ну другим видом транспорта поехал на троллейбусе там вот а мне в другую сторону несколько лет я ходил занимался и все что я записал все эти записи исчезли самым непонятным образом со временем я о них подзабыл они просто лежали потом перестали общаться потом несколько раз встречались вот я просто бросил учиться полгода не научился ушел забрал документы учился конечно хорошо оснований по успеваемости или не успеваемости уходить не было была другая причина можно сказать мне тогда просто медицина надоела надоела потерял интерес без переходить ну я даже когда ушел я продолжал ездить в больницу собираюсь в ординаторской он был заведующий отделение вот и в ординаторской мы проводили занятия приходили в белый салат а я тогда уже никакого отношения а и в ветеринарии я уже имел отношения я уже на ветеринарных лечился они там смеялись вот к нам в больницу айболит пришел айболит приходил к нему лечиться и корова и волчица и паучок таким образом они надо мной угорали вот потом я также и ветеринарные бросил ушел в юриспруденцию вот также приходил приезжал в больницу не не часто редко уже то есть я не соблюдал то время когда занимаются другие ребята я уже созванивался то есть я созванивался и спрашивал в такой такой день свободно будет у вас заняться или не будет и в этот день приходил приезжал туда вот показывал он приемы лечения нетрадиционные менее традиционные которые используются в системе кипит-проксима можно не шуметь пожалуйста ну в общем не хотят чтобы я проводил занятия всех это раздражает очень не сразу скажу завтра занятия не будет завтра я точно не смогу занять провести на послезавтра так же послезавтра у нас планируется уже занять в Вадимир Алексеевич. Сейчас отвлекающих факторов мысли собрать сложновато. Давайте перейдем